Приветствую вас дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова! Итак, продолжается череда мастер-классов по описанию пуловера Мираж от Светланы Валкодав. И сегодня у нас по плану полочка. Полочка, малая полочка для спины. У меня это будет спина. У вас вы можете связать перед. Еще раз повторюсь, что этот пуловер, этот джемпер можно собирать по вашему желанию, как вы хотите. Итак, сегодня небольшой, очень короткий мастер-класс, потому что мы с вами уже многому научились. Я кое-что покажу вам на пальцах, кое-что покажу на спицах, так скажем. Итак, чтобы связать эту полочку, малую полочку для спины, на спице нужно набрать 52 петли. Сейчас я положу источник, чтобы вы это прочитали. Кто вяжет четко по мастер-классу, можете сделать скриншот экрана, можете остановить видео, прочитать. И это, так скажем, пособие для вас. То, что, какая информация находится в источнике от Светланы Волкодав. Итак, читаем. Набрать 52 петли, начать 7 сантиметров 20 рядов резинкой 2х2, это тоже по вашему желанию. Вы можете эту резиночку сделать больше-меньше. Но меньше я не советую, больше будет смотреться хорошо. Далее вязать лицевой гладью 82 ряда. 82 ряда, это если у вас самая длинная часть, ту, которую мы уже вязали с косами, 78 сантиметров. Я не ориентируюсь по рядам, я ориентируюсь по сантиметрам. Сейчас найдем эту схемку и я вам покажу. Да, не просто-то ее найти. Ну, давайте вот обратимся на картинку. Я покажу вам. То есть, если у вас вот здесь 78 сантиметров, то здесь у вас должно быть 82 ряда. Вот как написано в источнике. И, значит, вот здесь вот 33 сантиметра. Нет, все-таки возьму схему, чтобы вам было понятно. Вот она, эта схема. И вот здесь вот 33 сантиметра или 82 ряда лицевой глади. Я это расстояние уменьшила ровно на 10 сантиметров, поскольку мне не нужен такой длинный джемпер. Значит, у меня вот это расстояние 33 отнимаем 10, получается 23 сантиметра. Плюс 7 сантиметров резинки, если считать от начала. Значит, у меня до подреза, вот до этого плавного, должно быть 30 сантиметров. Что у меня и есть. Сейчас я вам это покажу. Вот у меня начало. И вот у меня вот так вот. Ну, приблизительно, чтобы вы видели, вот до начала вывязывания, увеличения петель, у меня 30 сантиметров. Вы, опять же, если вы уменьшаете на 10 сантиметров, значит, 33 отнимаете 10, прибавляете 7. Если вы уменьшаете на, еще на большее сантиметров, отнимайте эту разницу. Думаю, что это понятно. Давайте к источнику. Так, что-то не фокусируется. Вот, сфокусировалась. Итак, что-то на высоте 53 сантиметра с правой стороны для оката горловины закрыть в каждом ряду. Ага, это у нас описание переда. До переда мы еще дойдем. Спинка вяжется аналогично, но только различие в закрытии выреза для горловины. Итак, нам единственное нужно узнать, сколько петель нам нужно прибавить вот здесь, чтобы выйти на выкройку в ширину. Значит, мы будем делать так, как мы делали планку с косами. Кстати, она у меня сохнет. Я потом вам ее покажу и кое-что о ней еще расскажу. Я прибавила, значит, нам нужно прибавить 10 петель. Вот видите, 62 петли должно быть на спицах. Здесь у нас 52 петли. С этой длиной мы определились. Я только что вам рассказала. Теперь нам нужно вот сюда прибавить 10 петель, чтобы попасть вот в эту выкройку. Я, значит, прибавила вот здесь вот 5 петель и потом еще 6 петель. Почему 6? Одна кромочная. Так как мы вот воздушным методом добавляли. Это я вам все покажу. В итоге у меня вот здесь сейчас 62 петли. Ну, здесь все просто. Как бы нет узора косы. Здесь все очень-очень просто. Еще что вам хочу посоветовать. Побрызгайте ваше полотно. Ну, где-то вот провяжите там сантиметров 25 и побрызгайте. Посмотрите, как ваше полотно вытянется, чтобы попасть в выкройку. Я приблизительно уже знаю по планке с косами, насколько у меня вытянется полотно после стирки. Я вот это полотно не стирала, но брызгала с распылителя водой. И я четко попала вот в эти 30 сантиметров у меня вот здесь. Очень хорошо, ну, как бы поняла, насколько вытянется. Вот здесь даже видно, вот видите, граница. И петельки здесь другие, видите, они пляшут. И вот петельки после того, как я их побрызгала. То есть все выровнялось, вытянулось. И я вижу, каким полотно будет в реальной жизни. К этому мы вернемся. Что еще хочу сказать. У меня получается, что... Сейчас выкройку вот этот рисунок возьму. У меня получается, что вот здесь разница, вот эта ступенька в 10 сантиметров. У меня получится, наверное, сантиметров 8. То есть немножко вот здесь вот скаканет. Хотя сейчас я иду четко вот в 30 сантиметрах вот здесь. Так что сейчас покажу, как прибавлять петли по лицевой стороне. В прошлом видео я показывала, как мы это делали с изнаночной стороны. Теперь нам нужно прибавить петли с лицевой стороны. Ну, здесь их совершенно чуток. Я уже это провязала. Ну, я вам на полотне покажу, как я это делаю. И потом провязать 24 сантиметра вверх. И по источнику, если обратиться к источнику, здесь закрывается прямо. Я сделала небольшой окат вот такой вот по спинке для выреза горловины. И вы смотрите, как вам больше нравится. Сейчас покажу, как я это делала на планке с косами. И, конечно же, здесь будет все то же самое. Рекомендую вам стирать в шампуне и ополаскивателе для волос. Я пользуюсь вот таким шампунем. Мне он очень нравится. То есть я постирала сначала в шампуне. Потом прямо на ткань нанесла, вот как на голову мы наносим бальзам-ополаскиватель. Так вот я этот бальзам, размяв его в ладонях, нанесла на вот эту часть джемпера. И потом прополоскала. Но прополоскала с таким расчетом, чтобы не до конца, так скажем, выполоскала, что ли. Вот как голову я мою, так я и все это сделала здесь. Это полотно еще сырое, и вы не увидите всей прелести. Но хочу сказать, очень мягкая, очень приятная на ощупь. Видите, какой вот пушок красивый. Махер вообще не колючий. Это Альпина Дженни, оттенок 0,5. Меня это очень радует. То, что вот неприятность произошла с браком, это ладно. Но то, что мне нравится, как выглядит полотно, это факт. Вот мягкая и теплая. Теперь вот смотрите, что здесь. То, о чем я вам говорила, как я закрыла, вернее, закрою петли. Все петли у меня остались на спице открытыми. Что для плеча, где мы будем делать закрытие петель методом двух спиц. Соединять два полотна перед и спинку. А вот здесь я оставила открытыми петли. Мы отсюда будем вязать резиночку для горловины. И вот, посмотрите, всего здесь, ну вот, буквально там полтора сантиметра. Как я вам и говорила. То есть, здесь я закончила. И сейчас скажу, на каком ряду до скрещивания. Здесь 5 рядов. То есть, мы скрещивание делаем, когда у нас 7, восьмом рядов. Вот эти перекресты, да. Я здесь оставила 5 рядов. Дальше перешла, ну, здесь вот заблокировала. А здесь туда-обратно провязала буквально несколько рядочков. Сделала перекрещивание. И провязала еще один ряд после перекрещивания. То есть, изнаночным рядом вернулась. И все. Вот в таком состоянии у меня останется спинка, значит, с этими косами. И потом мы будем это все соединять. Почему вот именно так? Потому что, когда у нас будет вторая половина переда, чтобы у нас вот здесь совпал рисунок. То есть, коса перетекала в другую косу с той стороны. И здесь вот, чтобы было красиво. Поэтому я сделала сразу после перекрещивания только один ряд. То же самое будет и по переду. И когда мы будем соединять, у нас здесь все красиво совпадет рисунок. Ну, как на картинке. Так, рекомендую вам купить вот такие вот заглушки. Очень удобно. Видите как? Вот эта спица у меня гамовская. Я как-то ее покупала, но не пользовалась. Но она мне вот сейчас пригодилась. И заглушечка с Алиэкспресс очень помогла. То есть, я и стирала прям вот так вот, не боясь, что у меня петли уйдут. И ничего не мудрила. Ни с какими нитками, иголками ничего не закрывала. В общем, это удобно. Берите себе на вооружение. Посмотрите, как красиво. Сейчас подниму. Как красиво это смотрится. Видите, как? Когда вот так вот на свет. В общем, я вижу, что результат будет хорошим, красивым. Вяжите. Многие уже вяжут. Так что, всем желаю удачного завершения. Тем, кто присоединился. И тем, кто еще думает, решайтесь. Думаю, что в итоге получится красота красивенная. Итак, ну а сейчас перейдем вот к прибавке петель для малой полочки спины. Забыла вам показать. Это вот тот неудачный, так сказать, очень большой образец, который был связан с косами. Я его распустила и пропустила ниточку через влажную салфетку. И вот, посмотрите. То есть, она вся была некрасивая. Вся была съеженная после... Во-первых, это стирался этот образец, да. То есть, ну не стирался, а обрызгался. То есть, она вся была крученная. Вот, посмотрите, как хорошо вот этот способ. Я уже рассказывала, но новых людей много. Кому-то может пригодиться. То есть, я беру, зажимаю салфетку с Леруа Мерлен. Такая она, ну знаете, наверное, одноразовая. В руке влажная. Вот так вот беру ниточку и сквозь нее пропускаю ниточку, которая распущена. И посмотрите, во-первых, блеск, как красиво. И она ровная. То есть, привожу в порядок нитку. Потом из нее очень приятно вязать. Итак, мои хорошие, показываю вам, как я прибавляла петли. Вы определились, какое расстояние вам нужно провязать, я надеюсь. Так, сейчас соберу этот сантиметр. Теперь прибавляем петли, соответственно, конечно, с правой стороны. Что мы для этого делаем? А, вот сейчас я буквально дойду. Здесь осталась одна петелька, буквально. Вот, это накид и наша крайняя петля. А эту петельку нам нужно увеличить. Ввожу спицу в петлю на ряд ниже. Вытащила. А вот эту лицевую провязываю скрещенной, чтобы у меня не было дырочки. Вы смотрите там, как по вашему методу я вяжу восточным методом вязания. Самое главное понять, чтобы вот здесь вот не было дырочки. Дальше просто провязывается кромочная. Вот мы увеличили на одну петлю. Дальше переворачиваем вязание. Здесь все очень просто. По изнанке все петли у нас изнаночные. Это там у нас был рисунок коса, там нужно было лицевые и изнаночные. А здесь все провязываем изнаночными. То есть, вот она наша прибавленная петелька. Вторая. Здесь мы ничего в изнаночном ряду не добавляем. Итак, идем дальше. Давайте сейчас, чтобы не вязать до конца. Допустим, что это следующий ряд у нас. Давайте снимем. В следующем ряду делаем то же самое. То есть, доходим до нашей крайней петли. Вот она у нас. И то же самое. Из нижнего ряда вытащили, а эту провязали лицевой скрещенной, чтобы не было вот здесь вот дырочки. Вот так. И все, наша кромочная... Ну, давайте еще раз рядочек, а в следующем покажу, как прибавить еще петли. Вот мы добавили уже две петли. Поворачиваем вязание в изнаночном ряду, просто провязываем изнаночные петли до конца ряда. Все изнаночные. Просто вяжем изнаночные петли. Довязали, допустим, до конца ряда. Возвращаемся в лицевой ряд. И опять вяжем по лицу. Это мы уже прибавили две петли. То же самое делаем дальше. То есть в третьем ряду доходим до крайней петли, опускаемся на ряд ниже, провязываем это лицевая скрещенная. Таким образом мы добавили три петли. И в этом ряду мы делаем то же самое, как мы делали там, где косы вязали. То есть я использовать буду накид, провязываю его лицевой и последнюю петлю тоже провязываю лицевой. И теперь нам нужно добавить еще шесть петель. Как мы с вами в прошлом видео делали, мы добавляли, потому что мы были с изнаночной стороны. Вот таким образом, да, как бы от себя петля шла. А теперь петля идет на нас. Раз, два, еще раз медленно. Вот на пальчик и вовнутрь. Три, на пальчик и вовнутрь. Четыре, пять и шесть. Вот мы добавили вот эти петли. Они вот у меня, вот здесь. Конечно же я это все распущу, чтобы показать вам. И все. Дальше просто вяжем прямо лицевой гладью. Практически двадцать четыре сантиметра. Но, наверное, двадцать три сантиметра. Потом закрываем, вернее не закрываем, оставляем вот эти петли с этой стороны. А здесь вяжем несколько рядов, чтобы сделать вот этот вырез горловины. Сейчас я покажу. То есть у меня спина закрыта не прямо. Ой, где же это? Сейчас, девочки, найду эту схему. Итак, нашла вот этот рисунок. Вот о чем я вам говорю. Вот здесь вот у нас шестьдесят две петли. Нам на рукав и плечо нужно оставить сорок две петли. Значит, двадцать петель мы оставляем на дополнительную спицу. Они пойдут вот сюда нам для выреза горловины на спине. Чтобы не прямо было, а немножечко вот с окатом. То есть провязали вот сюда двадцать... Два с половиной сантиметра. Вот здесь вот эти петельки, двадцать петелек с этой стороны оставили. А вот здесь вот до двадцати четырех сантиметров обратно поворотными рядами провязали просто вверх лицевой гладью. И тоже оставили все эти петли открытыми. Так как у меня вот там, где косы. То есть вот так. Все то же самое, только в зеркальном отражении. А потом мы будем соединять по плечу методом с двух спиц. А эти петли, у нас двадцать петелек вот в этой малой части, они пойдут для выреза горловины. Но вот, пожалуй, и все. Очень легкая вот эта часть. Вяжется на раз-два. Я думаю, что я и вторую часть быстренько свяжу. Ниток, наверное, не хватит. Буду ждать посылочку с Леонардо. Возможно, будет какой-то промежуточный проект. Не знаю, как быстро дойдет эта посылочка ко мне. Ну, ничего страшного. Немножко переключимся на другой проект. Он уже будет, мои хорошие. Это такая небольшая интрига. Завтра получу посылочку от нового магазина. Пока не скажу, какая. Но там очень интересная ниточка. Я давно хотела попробовать вязать из этой ниточки. Но это небольшая интрига для вас. Завтра обязательно выйдет видео с обзором этой посылки. И пока будем вязать Мираж. Пока будем ждать ниточки. Возможно, на что-то переключимся еще. Все, мои хорошие. На этом буду заканчивать свое такое небольшое видео. Очень довольна проектом. Пишите ваши комментарии. Не стесняйтесь. Если кому что непонятно, спрашивайте. Ну, а я вас всех очень люблю. Вот такая погода у нас за окошком. У нас похолодало. Я сейчас нахожусь в валенках. Вот такие валенки у меня на ноге. Это там клубочки ниток валяются, чтобы на столе не валялись, пока я вам показывала мастер-класс. Ну, а на этом все. Обнимаю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Продолжение следует...